Добрались до Акрополиса, здесь оказалось много народа, такое, знаете, модное место, фуникулер, кафешечки. Но, к сожалению, от Пергама осталась только история, самого города практически не сохранилась. Мы находимся в самом начале города Пергам, и нас встречает огромная базилика, огромное религиозное сооружение. Вначале, даже так скажем изначально, оно строилось как храм для поклонения экзотическим и египетским богам. Вот такое тут было дело. Потом, в процессе перехода к христианству, базилика была переоборудована в византийский храм. Немного странно, но эта базилика находится за стенами античного города. И, наверное, объяснение можно дать следующее, что в этом городе были популярны три культа. Культ Зевса, культ Афины и культ египетских богов. Так вот, храм Афины и Зевса находится на горе в самом городе. Гора, кстати, вот спереди нас, то есть достаточно далеко, где-то километр дотуда еще. И, видимо, эти два сильных божества вытеснили египетских богов вот сюда, за город. Вытеснили, выселили такой Зевс. Ну что, съезжаем, берем свои вещи за стену. За стену. Просто огромных размеров эта базилика. Вообще, в христианском мире эта церковь считалась одной из церквей апокалипсис. Об этом было задокументировано следующим образом. Один из руководителей местного, скажем так, патриаршества сообщал местному священнику, что будь аккуратен, ты находишься в месте, где есть церковь апокалипсиса. Почему они так думали? Потому что здесь стоял пергамский алтарь. Такое воплощение самой искусной работы язычества. Кентавры, медузы, все это было вот так вот красиво отделано. И считалось, что именно это и есть такой знак язычества апокалипсиса. Вижу статую богини Изиды. Вообще, храм был посвящен нескольким богам. Во многих источниках указаны разные боги, так что не буду врать. Но Изиды, видимо, здесь точно была. Построен в таком римском стиле уже, в таком современном Риме, во втором веке нашей эры. И построен, конечно же, по римским обычаям. Храм был построен во втором веке нашей эры, уже, так скажем, в современном имперском Риме, по имперским обычаям, глобально и навсегда. И сразу видно статую богини Сехмет, богини-львицы. Очень много мраморных частей раскидано по всей территории. Видно, что город был, пиргам, очень богатый, что мрамор могли себе позволить только очень богатые города. Да, и вообще отстроить такую махину, как какой-то храм, тоже могли позволить себе только сверх богатые города. Сохранились ступени мраморные. И вход в храм. Конечно, подреставрированный, но все равно выглядит могуче. Египетскому культу храм служил совсем немного, ну, примерно 200 лет. Потом его обратили уже в христианский храм. Но местным христианам, видимо, было лень уничтожать атрибуты культа, рушить скульптуры. И они просто минимально, чуть-чуть совсем что-то переделали. Это была большая удача для археологов, потому что обычно все разрушали до основания, не оставляя никаких фрагментов, либо намеков. А здесь просто вот скинули скульптуру на входе, и она где-то рядом лежала. Ее даже не уничтожили. Такое бывает редко. Ну, в этот момент я разочарую, поскольку этот храм – самая сохранившаяся часть города. Сейчас отправимся в Акрополь или посмотрим, что осталось там от города. Самая сохранившаяся часть города и церкви – это купол. Вон он сверху. Ровно так же, как и пантеон в Риме выложен. Простоял здесь, по сути, 2000 лет. Ну и здесь за решеткой еще лежат части, которые археологи аккуратно складировали. Возможно, когда-то их поставят на свои места, и храм выглядеть будет еще торжественнее. Вот эта часть – это, по-видимому, плечи. Стояла сверху чья-то голова. То есть город мог себе позволить такие огромные скульптуры. Город был не только богатым, но еще и богатым на таланты, потому что такую вещь какой-то средний мастер не выполнит. Это все из мрамора. Все на это был один шанс только. Неверный удар и все. Вся колонна на смарку. На величественных развалинах Древней Греции сейчас гуляют коты, растут оливки, и пасутся овечки. Вон они. А если вот немножко развернуться, с оливковым деревом, там базилика. И Катя с котом играет. Оливки ешь? Не ест. Продаются ковры на фоне старых греческих домов, построенных где-то в 19 веке. До 20-го года, до обмена греко-турецким населением, здесь проживали в основном греки, как и в общем о всем регионе Малой Азии. Сейчас мы до Акрополя поедем на машине, поэтому можно представить, насколько церковь была далеко от центра города. То есть людям, которые хотели помолиться, приходилось пешком сюда идти. Город просто абсолютно греческий. Если бы меня сюда перенесли и спросили, где я нахожусь, я бы сказал, в Греции. А сейчас здесь живут турки. И страдают. И страдают, потому что греки стоят свои дома, что у них очень холодно. О, смотри-ка, можно подняться в кабинке. Да? Да, видишь, подъемник там. Какой резкий подъем. Кто-то побил зеркала. А вот и подъемник. Рабочий, кстати. А вот это византийская стена. Когда сюда уже пришла Византия, сюда было очень много набегов, много желающих захватить город, поэтому пришлось отстроить очень серьезные укрепления. Античный город, скрещенный с греческими домами. Дверь в чей-то дом или дверь в стену. А мы, собственно, заехали в город. Забрались на Гуру. Оказалось, здесь достаточно высоко. Виды на Бергамо здесь видны. И подъемник. Очередь за билетами. 35 мир. Почему так много народу? Добрались до Акрополя. Очередь в кассу не движется. Времени у нас достаточно мало. Поэтому расскажем отсюда. Вот то, что мы сейчас видим, внутри города то же самое. Город, к сожалению, очень плохо сохранился. Единственное, что у города есть, это его история. Если мы зайдем вовнутрь, во внутренние стены, то картина не изменится. Будут ровно те же руины. Вот там вот сохранившаяся стена, пару византийских бастионов для охраны. И полностью разваленные храмы, какие-то камешки. И театр небольшой. По сути это все. Даже, наверное, стены, которые вокруг, больше сохранились, чем сам город. Вот эти кувшины, когда-то были закупаны в землю и использовались как тандыр для испечения хлеба и лепешек. Все почему-то считают тандыр изобретением узбеков. Но вообще тандыр был открыт еще древними египтянами. И очень был популярен в Древней Греции и в Древнем Риме. В Древнем Риме, кстати, в городе Помпея этих тандыров сохранилось сотни штук. И в некоторых даже нашли окаменелый хлеб. В пергамм созвучно слово пергамент, и это не случайно. Именно здесь придумали этот способ хранения информации. В отличие от папируса, пергамм – это кожа, отделанная специальным образом. И что в итоге? Пергамент очень долго может храниться. Мы посещаем город пергамм бесплатно, потому что платить там не за что. Есть храм Афины, полностью разрушенный. То есть это лежат камни, даже не понять, что там был храм. Еще пару храмов и стены. В общем-то все. Вид, конечно, просто превосходный. Благодаря маленьким артефактам можно определить, что на месте, где я стою, когда-то стояли дома, где-то хранились кувшины. Вот, к примеру, это часть керамики. Вот маленький фрагмент, вот большой фрагмент, а вот черепица, крыша. В любом древнем городе обязательно найдете такие мелкие красные камушки. Не поленитесь, посмотрите. Это будет либо черепица, либо остатки кувшинов. То, что пергамент изобрели именно здесь, это не случайность, поскольку пергамон был очень мощным научным центром. Здесь в одно время была вторая по крупности библиотека, вторая после Александрийской. И был такой любопытный момент, что после смерти Цезаря Марк Антоний распорядился все книги вывезти из пергамона в Александрию и подарить, чтобы Александрийская библиотека никак не могла конкурировать ни с кем и всегда была самой большой, самой первой. Вот такой вот подарок он сделал Клеопатре. В 3-м, 2-м веке до нашей эры на этой территории был упадок и у всех был кризис, кроме пергамона. Почему? Городом правила очень талантливая и мудрая династия. Они делали все, чтобы город развивался. Об этом даже писал историк Страбон, подчеркивая, что местные цари молодцы. И вот, когда последний царь где-то в сотых годах умирал, он понимал, что когда-нибудь на эту территорию придет Рим и будет все рушить. Что он сделал? Поступил крайне мудро. Он завещал весь город Риму, благодаря чему город и сохранился. Мумный мужик был. Умный. Нашли колонну торчащей стены. Бастион византийский сохранившийся. Вообще, где-то вот здесь, на вот этом склоне стоял когда-то великое произведение языческого искусства Пергамский алтарь. Немецкие инженеры по заказу султана строили здесь железную дорогу в середине 19 века. И, собственно, они при строительстве ЖД нашли остатки античного города. Немецкий инженер, главный, который управлял строительством ЖД дороги, поехал в Берлин и выбил денег на финансирование археологических раскопок. Начали раскапывать, нашли первую плиту Пергамского алтаря, рассказали об этом ученым немецким и это произвело фурор во всей Германии, потому что это была очень уникальная находка. Сразу сюда съехались археологи со всей Германии на раскопки и начали плитой за плитой доставать части Пергамского алтаря. Сейчас он хранится, кстати, в музее в Берлине, который закрыт на реставрацию. Мы там были за месяц до закрытия. Где-то здесь на этом склоне он, вероятно, был, либо на другом, я точно не знаю, в интернете найти не смог. И, собственно, плитой за плитой доставали алтарь, увозили в Германию, где в Германии его полностью реставрировали. Причем реставрация шла, вы не поверите, практически до начала Второй мировой войны. То есть, с 50-х годов до 50-х, то есть, практически 100 лет. Немцы они такие, они реставрировали алтарь практически таким, каким он и был в реальности. Нам повезло, и мы попали буквально за пару месяцев до закрытия музея Пергамского в Берлине и увидели Пергамский алтарь. Сейчас, если найду фотографию, не обязательно здесь появится. В музее, кстати, сам алтарь выглядит не примерно в том виде, в котором он стоял, а знаете, как будто бы он вывернут, ну, чтобы можно было показать лицом все стороны алтаря. Любопытно, но Пергамский алтарь побывал и в Советском Союзе практически 20 лет. Он стоял в Эрмитаже. Все это произошло, понятное дело, после поражения Германии во Второй мировой войне. Но потом все-таки вернули обратно в Берлин. Некоторое время назад турки просили немцев вернуть алтарь, мол, все-таки это наша реликвия. На что немцы ответили, что договор был честный и договору нужно следовать. Алтарь не вернули. Смотрите, позади меня какие деревья, какой воздух здесь. Воздух передать не могу. Но деревья свидетельствуют о том, что здесь однозначно была какая-то лечебница у древних греков. И она была. Едем в Асклепион. заходим неожиданно в лес. Асклепион находится на небольшом пригорке, чтобы здесь было в меру жарко, в меру прохладно, чтобы сохранялся лечебный воздух. Сейчас вход стоит 30 лир. Автоматический проход и попадаем прямо в Асклепион. Асклепион это храм богу Асклепию. Асклепий такой товарищ, который всех умел исцелять, даже умел исцелять мертвых, поэтому его и Зевс прикукошу, потому что никто не имеет права оживлять мертвых. И поэтому греки ставили ему храмы, которых проводили лечение людей от всех возможных болезней. Храмы Асклепия располагались в особенных местах. Это обычно пригорок, так как летом здесь жарко, на пригороке холоднее, должен быть обязательно сосновый лес, чтобы был такой запах лечебной сосны и целебный источник подземный с минералкой. Собственно, в этом месте все это присутствует. Местные здесь свадьбы справляют, а что интересно такое место среди античных древнегреческих колонн. Захожу на улицу с колоннадами. Обычно храмы Асклепию были гораздо менее масштабными, а тут все было с размахом. Суть в том, что как раз ста династий царей, которые правило в 3-2 веке до Нашеры, они очень любили свой город и искали место, где можно подзаработать. И поэтому они придумали построить Асклепий и лечить жителей соседних городов, зарабатывая на этом денег. И сделали все с пасфосом. Мрамор, колоннады. В общем, цари были молодцы. Улица сделана по всем древнегреческим и древнеримским обычаям с ливневкой. К сожалению, технология строительства ливневок как в Италии, так и в Греции сейчас утеряна. У них все топит. А вот древние греки и древнеримляне умели такое дело строить. Здесь, собственно, улица немножко наколена влево, немножко наколена вправо и посредине вот здесь ливневка. То есть канал под этими камнями. В этом Асклепии был не только храм Асклепию, а еще баня, где лечили людей и хераон. Хераон это памятник героям. Ставилось кому угодно. Часто Гераклу, а часто вообще кому повезет. По сравнению с самим городом Пергамом здесь все отлично сохранилось. Сохранился театр. Вопрос зачем театр в больнице? Очень просто. Там выступали артисты и больные, получали хорошие эмоции и выздоравливали. Надпись на латыни. Не знаю, что означает. Кто знает латынь, прочитайте. Где-то здесь бьет целебный источник, видимо, вот прямо в этом месте, потому что здесь зелено, я наступил в лужу. Вообще, вот эта область достаточно сухая, вот если вот посмотреть даже вдаль, все желтое, но конкретно вокруг склепи все зеленое и свежее. Греки, конечно, были мастерами выбирать место для строительства таких сооружений. Видимо, вот он и источник. Мне тут вероятно на ноги по-версому, потому что я наступил в него. Театр используется для выступлений по сегодняшний день. Его подреставрировали, сделали сиденье и смотрят здесь комедии и драмы. Если честно, я ни разу такого не видел в жизни. Справа театр, а вот это то, что я смотрю, это баня, бассейн, то есть люди, видимо, сразу после выступления ходили купаться. Конечно, очень необычно. Вот это было, наверное, верхом портала, здесь что-то написано. Плохо просматриваемые греческие буквы. Город был супер богатым. Это просто однозначно. Влаги здесь достаточно, даже лягухи живут. Вот они маленькие. Давайте, давайте, давайте. прыгай, давай, прыгай. И ты прыгай. Видите, не хочет прыгать. Огромного размера асклипион. Есть несколько известных асклипионов. Это асклипион в городе Эпидавр, асклипион по муккале. Асклипион на острове Кос. Этот асклипион в пирогаме, наверное, самый большой. Мы были в этих всех предыдущих. Этот просто невообразимых размеров. Устал уже ходить, смотрю направо, а там дальше асклипион продолжается. Там храм Зевсу. Столько узоров. Вот иду, вроде бы поле, а тут такой вот узорчик. Здесь лягушки побольше живут. Такие громадные. И там еще черепахи плавают. Ничего себе. Черепахи все на дно ушли. Вон там огромная черепаха сидит на дне. Черепаха, давай, давай, двигайся. Видите, ил поднимает со дна. Теперь пора пойти под землю. Сюда подведен священный источник. Интересно, зачем это нужно было помещение? Это строение наверняка уже римской эпохи. Что такое? Римляне так строили. Тоже каналы идут. То есть сюда подводилась вода, и с водой здесь что-то делали. Видимо, как-то лечили больных. Просто описания нету, просто здание. так что не могу точно сказать. Так как сюда подавалась вода, наверное, можно сделать вывод, что это была баня. Поднялся на этаж выше, по сути иду по крыше, то здание подо мной, и тут опять система манерей. В Асклеппе была еще библиотека. Не знаю, та или нет, которую Марк Антони в 40-ом году Доношера подарил Клеопатрии, но, видимо, людей здесь лечили не только целебным источником и театром, но еще и книгами. Заставляли читать хорошую литературу, а не Донцову какую-нибудь. В определенный период у древних греков было модно делать круглые сооружения, так их назовем, в форме идеального правильного круга. Вот храм Зевса тоже выполнен в таком стиле. Видно его основание. Вот посмотрели практически весь Асклепий. Конечно, он сохранился идеально по сравнению с городом. Кстати, вот отсюда можно увидеть театр. Вот если посмотреть на мой палец, вот он на горе. Театр такой вниз скальный направлен и сверху остатки колоннады. Собственно, это был Пиргам. С Пиргамом можно было увидеть Асклепион. По все дороги идут остатки черепицы, керамики. Тоже значит здесь были какие-то строения и какие-то массивные колонны. Видимо, здесь стоял входной портик какой-нибудь огромный. А сейчас здесь лесок еловый, как и тогда две тысячи с лишним лет назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА